Реализация и переработка сельхозпродукции, устранение нарушений в деятельности бюро, медико-социальной экспертизы и территориальное планирование муниципалитетов. Все эти вопросы сегодня рассмотрели на планерке под руководством главы республики Владимира Васильева. Все подробности у Патемат Бурзеевой. В случае отравления угарным газом жителей участились в республике. С этого заявления начал планерку глава Дагестана. Подобное не должно повторяться. И потому нужно принять срочные меры по устранению нарушений в газовом хозяйстве. Как вообще работает наша газовая служба, особенно в этих условиях, когда руководство практически обезглавлено. Вы знаете, что процесс идет на ведение порядка в сфере газового свечения республики. Годами тем не решалось. Мы уверены, что наведем там порядок. Каковы итоги деятельности сельского хозяйства за 2018 год? Увеличилось производство мяса, птицы, колбасы на 25%. А также сыра, творога и молока. Удалось открыть цеха молочной продукции, а также птицы-цех на 10 тысяч тонн. Запущено 12 предприятий по переработке винограда. В данном направлении в эксплуатацию были введены 4 новые мощности по переработке винограда на 4 предприятиях. Это в нашем Южном Дагестане. В целом, республика Дагестан за 2018 год производство пищевых продуктов составило на сумму более 4,3 миллиарда рублей. Но есть проблемы с отсутствием хранилищ и неразвитостью агрологистики. Фермерам негде хранить фрукты, овощи или мясо. А также зачастую они не могут вывести свою продукцию за пределы республики. Хранения у нас практически нет. Это задача на трансляции. Помните, о чем говорил наш премьер, что подборка, упаковка, реализация. Уже в этом году, не в 2020, не в 2021, в этом году должны закладывать фундаменты будущего. Сохранение труда наших жителей. И за счет этого увеличения их достатка и республики в целом тоже. Необходимо проводить ярмарки в городах и районах, привлекать инвесторов, помогать фермерам и предпринимателям. Поменьше строить препон и создать условия для того, чтобы производитель мог получить сразу инвестицию, продав свой товар потребителям. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас сейчас, особенно наши аграрии, почувствовали реально существенные изменения к лучшему. Все основания для этого есть. 99 сотрудников бюро медико-социальной экспертизы освобождены от должности. Деятельность шести филиалов прекращена. Выявлено несколько тысяч лжеинвалидов, что позволило сэкономить порядка миллиарда рублей бюджетных средств. Инвалидность была снята в 928 случаях, в том числе в 162 случаях по контрольным мероприятиям. И в 1200 случаях группа была понижена, в том числе по контрольным мероприятиям в 289 случаях. В итоге в 2018 году была прекращена выплата порядка 6 тысяч гражданам, совокупный размер которых составляет достаточно внушительную сумму годовой микроволинки порядка миллиарда рублей. Владимир Васильев призвал тесно сотрудничать с общественными организациями, проводить приемы граждан и больше помогать тем, кто нуждается в этом. На наше совещание, касающееся те темы, обязательно приглашать общественные организации. Я уже не раз говорил, прошу сделать выводы. Я уже повторно прошу. Приглашать общественные организации, которые защищают интересы той или иной социальной группы, вопросы которой мы рассматриваем на нашем совещании. Ну а что касается всех участников преступного сообщества, наложен арест на их имущество в размере 1 миллиарда рублей. Более того, семи фигурантам уголовного дела будет предъявлено обвинение с конфискацией имущества. Мы сейчас в рамках расследования дел подходим к такому этапу, очень важному, конфискации имущества. Есть законы, это все, чтобы ни у кого иллюзии не было. Кроме уголовной ответственности по должностным преступлениям, такой категории, еще предполагается и конфискация имущества. При таком подходе у нас появятся средства еще дополнительные в бюджете страны. Еще один вопрос, касающийся градостроительства и архитектуры городов и районов. Генпланы сильно устарели. Последние корректировки были внесены в 2013 году. В этом направлении проводится усиленная работа. Отдельный вопрос был посвящен к качеству питьевой воды. Вице-премьер Владимир Лемешко рассказал, какие меры приняты по улучшению водоснабжения в республике. За прошлый год на улучшение качества водоснабжения республики было затрачено 363 миллиона рублей и улучшено качество водоснабжения 250 тысяч человек. В этом году на реализацию программ по улучшению качества водоснабжения предусмотрена республиканской инвестиционной программой 1,778 млрд. И в завершении совещания Владимир Васильев отметил, что сэкономленные 10 млрд. рублей будут направлены на реализацию конкретных программ. В частности, будет решена довольно актуальная проблема мелиорации земель Дагестана. Патя Иван Бурзиев, Руслан Гаджиев. Время новостей.